Можно несколько минут? Я просто увидел ваш телефон, и мне что-то там очень сильно понравилось. Я думаю, некоторым людям это будет полезно. Ну, покажите это приложение 15 минут. Покажите нашим зрителям. 6, 5, 5. Я скажу, я самый большой дошел до 99, и все, и оборвалось, не получилось. Расскажите, что это такое. Это приложение, которое помогает мне. Денис Самарин его разработал с командой для тех, кто желает познавать Библию каждый день. Потому что иногда бывает полчаса, час, у людей не находится время. Ну, я тоже как бы скачала это приложение и вставила себе. Люди скажут, а как приложение помогает читать Библию? Ну, мы же сами читаем. Что вам оно помогло? Ну, это как будильник. Вот заводим мы же на работу будильник. И хочешь, не хочешь, ты встаешь, идешь на работу. Но здесь, когда мы понимаем, что если это тоже слово Божие, это хлеб для меня, значит, хлеб надо пойти заработать, надо также рано встать. Я пробовала и ночами, и вечером. Ну, это сложнее для меня. Я определилась, что будет утро. Поэтому я на утро завожу рано будильник, когда еще я одна, никого нет. А это приложение, оно показывает, что вам пора уже, ну, раз в сутки. Напоминает. Напоминает, да, как напоминание, да. И там оно фиксируется. Фиксируется какой день, сколько времени это заняло. Ну, здесь обычно 15 минут. Потому что за 15 минут можно 2-3 главы прочитать. Вот, я читаю 15 минут. И я, он уже у меня не как, вот прям вот по минутам. Я бывает, если не могу уже, ну, настолько мне это как бы уже стало моим, что... Может, и дольше. Да, я просто останавливаю, чтобы у меня только 15 минут было, потому что оно как бы потом, ну, нечестно. Здесь надо только 15 и 15. Здесь нельзя 20-30. Это вот такое приложение. Вот, здесь только можно вечером, можно, ну, 2 раза, да, да, да. Я его останавливаю, я сама дальше дочитываю, потому что бывает, увлекаюсь сильно. Потом там, значит, надо отметить, что я прочитала, и потом, что я поняла из этого. Какие мысли. И я это отмечаю, и я у себя даже, значит, в заметках тоже у меня, прям там, Библия за 15 минут, прям на каждый день я там отмечаю. И Господь много даёт мыслей. Ну, в общем, я как на работу иду, чтобы приобретила... Уточнить, ну, понятно, мы можем себе записываю книжку, записываю всё, но вот эти номера, что они значат? А эти номера, это уже столько дней, да, это столько дней, я уже непрерывно читаю Библию. Вот, это я хотел услышать. Я тоже, я сказал, 99, я намного молодше, у меня нету столько детей, столько забот, кажется. И для меня сложно было сто дней беспрерывно каждый день, там, читать Библию 15 минут. Я понимаю, я это не оправдываюсь, это плохо. Я думаю, что таких, как я, очень много. И для... Поэтому я как встретил человека, который беспрерывно мог прочитать сколько-то, полтора года? Да. Я думаю, это подвиг. Для меня это большой подвиг. И сейчас, я думаю, у нас есть некоторые мамы. Можете практически сказать, как вы вырываете это время? У вас есть детки, у вас есть детки, которые дома учатся, да. Это уже сложно. Ну вот, я для себя выбрала время. То есть надо выбрать, посадить конкретное время. 15 минут это не так много. Поэтому оно и создано, это приложение. Я выбралась для себя рано утром. Примерно знаю, что мне часа... Я хочу больше, не 15 минут. Я хочу прочитала, там, сколько-то. Оно уже просто у меня как напоминание уже, как бы, я на него не ориентируюсь. Просто отмечаю. Но я прочитала, и мне хочется дольше посидеть. Поэтому я беру сейчас, полтора, на раньше, завожу будильник. Так же, как на работу люди собираются, идут. И вот так же и я, чтобы что-то... Я смотрю, что нас время торопит, поэтому я буду немножко подгонять. Я извиняюсь, я мог бы дольше говорить и спрашивать. А второй вопрос, который я хочу задать. Вот приблизительно два года вы этим продолжением уже пользуетесь. Есть ли изменения в вашей духовной жизни? Конечно, есть. Потому что, когда я сажусь читать, я, во-первых, молюсь Господу. Потому что он автор этого слова, и он лучше может объяснить на моём уровне, на моём интеллекте. Сколько я понимаю, он мне так и объяснит. Что-то я обязательно каждый раз что-то... Я потому что выпрашиваю этого у Господа. Это же как хлебушек. Он написан, если просить и хлеба, он даст его. И я прошу, и вникаю, уже жду. Читаю, я сама ожидаю, что мне сейчас откроется, что Господь даст. И он каждый день обязательно... И я даже не ухожу, пока что-нибудь для себя не открою. Я записываю эти мысли, потом они у меня... Я молюсь, чтобы они у меня сохранились. И пользоваться в течение дня, размышлять над этими мыслями. Иногда это мне даже помогает какие-то... Даже как тема целая получается. Поэтому... То есть помогает пройти трудности, иметь благословение, даже как эта тема... Да, эти стихи и эта, допустим, тема текста, которого я прочитала, оно мне приходит на память в какой-то ситуации. И я сразу применяю это. Ну вот там же вот так вот, допустим, святой человек поступил, или вот там же вот женщина вот так поступила. Правильно или неправильно? И я уже анализировать могу свои поступки. Вот прям на основании Писания. Сейчас, например, слышит и молодой брат, или даже молодая сестра, мамочка, двое детей таких, бегают по комнате. И сложно, сложно. И вот регулярно каждый день это делать. С чего бы она начала? Ну, с чего бы... Во-первых, с желания, конечно. Желание познавать Господа. Потому что, когда мы Господа познаём, мы начинаем на обстоятельства, на жизнь вообще смотреть по-другому. И нам легче уже на это смотреть. Второе, я для себя, например, поняла... Ну, раньше же я тоже читала когда-то Библию, но она как-то не понималась мне, ещё что-то. Поэтому я... Может быть, не было регулярности? Регулярность. Я садилась, потому что надо читать. Я её читала, но мало что я вот для себя. И когда я вот однажды... Вот Пётр где писал, по-моему, в третьей главе, да? О том, что отложить злобу, ярость. Вот, говорит, всё вот это отложите. И возлюбите это чистое словесное молоко, чтобы от него возрастать в умоспасении. И я поняла, что если я там обидесы какие-то, или злобу, или ярость, или вот на детей огорчаюсь, если я это не отложу, не освящусь сначала, прежде, тогда слово, оно не будет туда проникать, потому что там камней, ну, как бы много, ну, всё. И поэтому я для себя поняла. Я начну с освящения, чтобы Господь меня очищал, освящал. И вот вместе с этим словом Божиим оно тогда входит и уже очищает меня. Ну, вот как-то так. И тогда у меня аппетит появляется, к Слову Божьему. Интерес появляется, и понимание его Господь. Я извиняюсь, когда аппетит, когда читаете? Когда я начинаю его понимать, когда это Слово Божье начинает работать в моей жизни или в моём сердце, в моих мыслях. Но это приложение вам же не помогает понять. Это приложение всего лишь помогает мне, оно побуждает меня, слушай, не забудь, тебе надо прочитать. Вот и всё, оно ничего не делает. То есть для меня лично вот эти дни, я так уже день почти заканчивается, я так не хочу заново начинать, и оно меня подбуждает. Найди этих несколько минут для того, чтобы всё-таки прочитать. Для меня оно так даёт. Но вам тоже, да? Тоже так же. Я всё равно нахожу, даже сейчас, вот если в самолёте буду лететь, я, конечно, там открываю описание и читаю. Я включаю себе это приложение, читаю. И я рада, что оно у меня есть. Оно бывает иногда надо, чтобы... Я хочу читать, но думаешь, суета. Ой, ну как вот там, ну некогда. Но когда я открываю это приложение, оно мне напоминает. Нет, не забудь, ты прочитай. И ещё, конечно, чтобы не пропускать. Оно способствует этому, что... Слово Божие говорит, что постоянно надо пребывать. Слово Божие. Это не значит, что сутки, но регулярно, каждый день. И спасибо за ваш совет. Я рад видеть человека вживую, который мог более 800 дней пребывать. Для меня это ещё... 600. 600, да? 655. Извиняюсь. Для меня ещё год впереди, немножко больше, чтобы туда добрать. Сегодня я только опять сбился. Была конференция, и у меня только на 10-м дне. Но молодёжь, братья, сёстры, приложение я дам ссылочку внизу. Используйте. Есть хороший момент, хороший инструмент. Он. Есть другие варианты для того, чтобы за нами следить. Не только, чтобы мы знали, сколько у нас денег есть, возможно, в машине. Сколько у нас ещё что-то есть. Какие там на кухне у нас есть разные умения, чтобы как готовить, кушать. Для парней много есть инструментов. Но также нужны инструменты, чтобы помогать нам в духовном росте. Я, самое главное, услышал о вас, что вам оно помогло в духовном росте. Но это для нас самое главное. Ну, давайте, прощайтесь. Хочу просто поблагодарить вообще те, кто разработал это приложение. Лично мне оно самое удобное и самое простое. И Денису Самарину, и его команде благодарность. И очень много людей это скачивает. И пусть ещё больше люди скачут и пользуются этим. Спасибо. Для этого мы это видео сделали. Благодарим.